Мы с ней найдем общий язык. Любая машина, по моей точке зрения, имеет свой дух. После 15-летнего перерыва в гонке на выживание решил вернуться постановщик трюков и спецэффектов Андрей Березкин. И первым делом он приобрел этот новый автомобиль. Ну, новый в данном случае Грослов. Болиду уже немало лет. И сейчас требуется масса усилий, чтобы успеть подготовить машину к стартам. Времени всего ничего. Ближайший заезд в Горках пройдет уже в это воскресенье, 20 июня. Андрей Березкин поделился с нами формулой успеха на гоночной трассе. Здесь надо помимо того, что хорошо ехать, надо еще головой крутить на 360 градусов. Потому что любому могут подловить, развернуть, даже могут на круг подождать. Ты можешь круг проехать первый, а могут отловить и убрать. Поэтому помимо профессионализма езды должна быть еще такая жесткая хитринка. Пока же спортсмен в гараже, вооружившись инструментами, проверяет диски и шины. Все узлы и агрегаты доводят до ума коробку передач. И это не самый сложный вариант тачки на прокачку. Еще можно полностью построить гоночную машину практически с нуля. Организатор соревнований в Горках Никита Жиров показывает нам такой болид, который, кстати, занимает первые места. По его словам, процесс создания авто трудоемкий, может уйти от двух месяцев до года. И творческие детали соединяются от самых разных машин. Сначала нужно полностью разобрать все до винтика. И потом заново каждый узел и агрегат сделать. Вот это мотор от Вольцвагена, двухлитровый. Вот там коробка от девятки. То есть он поженил мотор от Вольцвагена и коробку от девятки. На соревнования в Горке в воскресенье приедут порядка десяти машин. Управлять ими будут гонщики из Москвы, области и разных регионов России. Но, к сожалению, этот заезд из-за коронавирусных ограничений пройдет без зрителей. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.